В стране общественной заботой теперь никого не принимают. Семь человек, нашедших когда-то здесь себе убежище, должны съехать сегодня-завтра. Кризисный центр закрыла сама руководитель Ольга Суворова. Нам были созданы такие условия, что мы не можем брать ответственность за людей. В последнее время прибегают большое количество людей, которые, во-первых, нам неизвестны, во-вторых, нам непонятны их полномочия. Страна появилась в 2011 году. Клиенты, женщины, жертвы домашнего и сексуального насилия. Здесь они живут, питаются, получают психологическую и юридическую помощь. Существует центр на краевые и городские субсидии, участие в тендерах, доходы с тренингов и семинаров. За пять лет он получил 5 миллионов бюджетных рублей в виде субсидий на мероприятия, акции, ремонт. Руководитель и работники, и волонтеры зарплату не получают. По словам Суворова, только в прошлом году здесь приютили порядка 200 человек. Министерство социальной политики приводит другие данные. Помощь была оказана всего 14 нуждающимся. Когда мы сдаем документы в Минсоцполитики на возмещение наших затрат, они говорят, у вас нет документа, подтверждающие наличие семейного конфликта. А если нет документа, подтверждающие семейного конфликта, мы не можем из бюджета возмещать вам это пребывание. Поэтому мы сейчас получаем возмещение только за тех, кто к нам попадает, по социальной гостинице. Формы документа, подтверждающие наличие семейного конфликта, до сих пор в России нет. На учреждении сейчас висит долг. Центр около года не платит за аренду муниципальных площадей. Еще 400 субсидированных тысяч не могут найти в Министерстве юстиции. Ольга уверяет, отчеты подает вовремя. Это в ведомстве документы потеряли. Сейчас, например, готовят папки для Агентства молодежной политики. Отчитаться предстоит за почти 2 миллиона рублей. Здесь приусадебный участок, в теплицах они сажают овощи. С виду обычный частный дом, кризисный центр села Вознесенка. В бюджетном учреждении Центр семьи Березовский также принимают жертв домашнего насилия и всех тех женщин с детьми, кому просто некуда пойти. Сюда едут из близлежащих деревень, городов, края и страны. В прошлом году за помощью обратились 22 женщины. Они получили кровь, психологическую и юридическую помощь. Также в центре работают и с несовершеннолетними, детьми, которые остались без родителей или опекунов. Из бюджета это учреждение ежегодно получает больше 27 миллионов рублей. Правда, на эти деньги, например, кормят только детей. Питание за счет спонсоров, то есть за счет именно НКО. Это некоммерческие организации, на которые мы выходим, для того, чтобы помочь именно с питанием, с одеждой, то есть привлекаем спонсоров именно для оказания этих услуг. В крае подобных учреждений 16, в Красноярске же работает 14 социальных центров. Из них приютят мать с ребенком только в одном роднике. В остальных проконсультируют и выслушают. Каждой обращаются тысячи человек. В администрации уверяют, если совсем закроется страна общественной заботы, для нуждающихся социальных гостей не схватит. Но без некоммерческих организаций справиться с потоком страждущих сложно. Для города это серьезная поддержка, это правда. Но о чем сейчас речи идет? Для социально ориентированных некоммерческих организаций выделяются субсидии, гранты государства на всех уровнях, в том числе и в муниципальном, поддерживают деятельность организации. Вторые-то краевые депутаты. Некоммерческие организации нужны. С ними сотрудничать и президент прописал. У нас в бюджете 10% средств, выделяемых в социальной политике на гранты для НКО, существуют. Это есть. Поэтому пусть участвуют, но только, конечно, чтобы работа была видна, прозрачна. Насколько отчеты некоммерческих организаций прозрачны, выявит проверка. Организовать ее поручил губернатор края. А в этот четверг в арбитражном суде решится, останутся ли площади за страной общественной заботы или же договор аренды с кризисным центром расторгнут. Алиса Рожкова, Станислав Волков, Афонтова новости.